Нехватка форвардов, проблемы в защите и возраст лидеров Почему «Зениту» необходимо усиление перед Лигой чемпионов? 5 мая 2019-17-4 Сергей Стариков Победа в чемпионате России гарантировала «Зениту» путевку в Лигу чемпионов, однако для того чтобы осенью выглядеть достойно в самом престижном клубном турнире, команде необходимо провести серьезную работу в межсезонье. В июне истекают контракты с Брониславом Ивановичем, Юрием Жирковым и Александром Хакарином. Также петербуржцам необходимо усилить среднюю и защитную линию и найти сменщика для Артема Дзубы и Сердара Азмуна. Через 4 года после своей последней победы в чемпионате России «Зенит» вновь завоевал золотые медали. Подопечные Сергея Симака провели впечатляющий сезон и за три тура до конца чемпионата гарантировали себе первое место. Как и год назад, петербуржцы очень уверенно стартовали, но на этот раз смогли избежать серьезных спадов. Во многом это заслуга главного тренера, который сумел найти индивидуальный подход к игрокам и сплотить команду. Немаловажным фактором стало мощное усиление состава, которое было проведено в зимний трансферный период. «Зенит» приобрел по исполнителю в каждую из линий. Так, коллектив пополнили защитник Ярослав Ракицкий, Ховбек Вильмар Бариос и форвард Серда Размун, ставшие важными игроками основы. Иранец быстро освоился в роли главного бомбардира и записал на свой счет 11 голов в 14 матчах. Украинец отметился четырьмя мячами, причем два из них были забиты во встречах с прямыми конкурентами, «Локомотивом» и «Краснодаром». Необходимо отметить, что накануне «Зенит» не только стал пятикратным чемпионом России, но и гарантировал себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов, где он не выступал с сезона 2015-16. Тогда «синебело-голубые» пробились в одном восьми финала, где уступили «Бенфики». Чтобы как минимум повторить тот результат, команде необходимо плодотворно провести летний дозаявочный период. Уже сейчас петербуржцам нужно не только озаботиться продлением контрактов с нынешними лидерами, но и задуматься о приобретении игроков, уровень которых будет соответствовать выступлению в главном клубном турнире Старого Света. Празднование в самолете, фаер-шоу аэропорта и поздравления от Ук-Тамышевой, как «Зенит» отмечал чемпионство в РПЛ. «Зенит» впервые за четыре года стал чемпионом России по футболу. Празднование победы началось в самолете по пути из Грозного В. Также истекают контракты у Старожилов, Юрия Жиркова и Александра Нюкова. Экс-футболист ЦСКА в нынешнем сезоне отметил 35-летие, но продолжает оставаться важным элементом команды. Из-за травмы он был вынужден пропустить первую половину сезона, но после возвращения застолбил за собой место в основе. Его коллега преимущественно выходил на замену, но почти всегда приносил пользу коллективу. Пожалуй, самой интересной остается ситуация вокруг Александра Кокорина. Как и у его партнера, контракт форварда истекает 30 июня, но в свете его содержания под стражей «Зенит» может не решиться предложить ему новое соглашение. По предварительным данным, спортсмен должен пробыть в заключении минимум до сентября, и это не считая вердикта суда по делу о хулиганстве. Также подходит к концу контракты голкипера Михаила Киржакова и Леона Мусаева. Вряд ли стоит сомневаться в том, что петербуржцы решат сохранить в своем составе юного хавбека. Что касается опытного голкипера, то «Зенит» не испытывает нехватки игроков этого амплуа. Уже летом из аренды вернутся Юрий Ладейген и Егор Бабурен. Несоответствующие уровню в «Зените» много громких имен, но для успешного выступления в Лиге чемпионов команде предстоит усилить целый ряд позиций. «Этот день наконец-то настал, как в России отреагировали на победу «Зенита» в чемпионате страны. Успех «Зенита» в первенстве России по футболу – это заслуга не только игроков, но и болельщиков клуба», заявил главный тренер. Тоже можно сказать и о Клауде Маркизио, но лишь с той оговоркой, что ему помешала травма. Кроме того, в конце апреля итальянец перенесся операцию на колени. Он рискует не восстановиться к старту нового сезона. Предполагается, что его реабилитация продлится от 4 до 6 месяцев. Учитывая возраст спортсмена, «Зениту» вряд ли стоит серьезно рассчитывать на его возвращение в строй. И это с учетом того, что и до травмы Маркизио не демонстрировал футбол уровня Лиги чемпионов. Ситуация с центром полузащиты частично применима и к фланговым ховбикам. Но если слева себя неплохо проявлял Себастьян Дрюси, а в качестве замены выступал Олег Шатов, то справа ситуация обстоит немного хуже. Долгое время основным игроком считался Роберт Мак, но неровная игра не позволила ему стать лидером команды. Так, в национальном первенстве он провел 18 матчей, но отличился лишь единожды. В других турнирах ситуация лучше – 14 встреч, 5 голов. Позднее Словако сменил вернувшийся из аренды Милиана Регани. Аргентинец смотрелся чуть более успешно и в 9 матчах забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Но на данный момент эти результаты вряд ли способны убедить тренерский штаб в его незаменимости. Таким образом, «Зениту» стоит подумать о приобретении футболистов на эту позицию, причем имеет смысл обратить внимание на российский рынок. С учетом лимита на легионеров, а также большого количества иностранных игроков на всех других линиях покупка еще нескольких атлетов из-за рубежа может обернуться для команды серьезной проблемой. Нехватка исполнителей. Несмотря на продуктивность атакующей линии, она тоже нуждается в усилении перед стартом Лиги Чемпионов. Последние полтора сезона показали, что Антон Заболотный не может усилить коллектив и на равных бороться с Артемом Дзубой за место в составе. Об этом свидетельствует лишь одно очко за результативность за 27 туров РП или 166 проведенных на поле минут. Отсутствие Кокорина сильно ударило по вариативности «Зенита» в атаке, а исправить ситуацию получилось лишь с приобретением «Иранца». Безусловно, у Дзубы и Азмуна получилась качественная атакующая связка, но в Европе команде будет сложно без плана «Б». Петербуржцам стоит задуматься над покупкой техничного и маневренного форварда, способного в нужный момент взять игру на себя и доставить мяч на атакующую линию. Требует усиления и центр обороны. Летом команду гарантированно покинет Луишнету, португалец вернется на родину, где будет выступать за спортинг. Таким образом, в распоряжении Симака останутся лишь трое футболистов – Иванович, Ракицкий и Эммануэль Мамена, который сначала пропустил большую часть сезона из-за травмы, а затем проиграл конкуренцию украинцу. Таким образом, если петербуржцам и не нужен игрок основного состава на эту позицию, проходим.